Это, считай, у кровати принесли эти лампы. Куда же догодиться? Такая уже бомба кидают нам, да мы уже и у яму закапываем. Без эмоций уже не получается. Местные жители говорят, сколько министров природы поменялось, а экологическая ситуация возле деревни Оссовок перманентна. Шесть лет назад здесь открыли цех по переработке ртутных ламп. Ну вот, закрыто всё. Вот эта калитка. Производство это сейчас не работает. О, и птичка сдохла. Видите? Значит, вредно всё здесь. Закрыли цех в 2018-м, а отходы остались, утверждают местные, за забором. И жизнь людей теперь проходит под ним же. Во, мы баракаду тут соорудили, чтобы мы могли посмотреть сами, что там делается. И говорить больше ничего не надо. Чтобы что-то увидеть, оператору пришлось проявить чудеса равновесия. И не зря. Вот такая картина сразу за ограждением. Хранятся лампы в прямом смысле на улице. Вот только если они разобьются, никакой забор не спасёт. Мы знаем, что это опасно для жизни, испарение этих ламп. Нам сказали, что санитарная зона 300 метров. А тут видите, сколько метров. Вот вам особок деревня. Зерновый склад, где выращивают зерно. Потом тут пилорама, люди работают. Ну тут поля. Конечно, страшно. Что вы думаете, не страшно? Конечно, у нас же есть дети. Не дай боже, гроза какой. Это ж ещё мы. Той самый Чернобыль. Это здание несколько лет назад купил частник. Так появился цех. Тогда и начались проблемы. Министерство экологии, Министерство здравоохранения. Мы обращались везде. Переписка у нас очень большая. Мы указывали на их ошибки. Канализации нет. У них не соответствует от деревни расстояние. Экологи о ситуации знают. Инспектор к цеху ездит в прямом смысле. Каждый день мониторит обстановку. Но тоже со стороны. Не можем попасть на данную территорию. Но визуально можно определить, что лампы выгружены вручным методом. Поэтому на сегодняшний день, пока они не повреждены, никакого вреда на окружающие сидения наносятся. Но учитывая то, что они складированы, не санкционированы в ненадлежащем виде, то, соответственно, эти лампы могут поврестись и пары ртути могут высвободиться. Опасный склад под открытым небом оставил после себя последний хозяин. Ведь здесь уж очень часто они менялись. И к ответственности его уже привлекали административной. Но штрафы не оплачены, а лампы на месте. Идут разбирательства. Направлены письма собственникам имущества. Это новый собственник издания. И в том числе то имущество, кому принадлежат данные лампы. Ведь есть собственник имущества, который несет за это ответственность. А собственник где еще? Я не могу дать такой комментарий вам. Местные говорят, что владельцы экологического безобразия сейчас где-то за границей. Экологам остается и дальше всего лишь мониторить ситуацию. Ведь собственноручно вывести опасный склад не могут. Это ведь чужое имущество. Законно лишь каждый раз привлекать к ответственности. И выписывать штрафы собственникам. Которых в этих краях уже давно никто не видел. Влада Корницкая и Игорь Хвиченя. Наши новости.